На поле чудес было жарко. Любители интеллектуальной игры девяти подмосковных городов встретились в комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Серпуховский». Прошу тебя, час розовый, напойте хуй на мне, как город-край, березовый, малиновой заре. Пока участники интеллектуальной игры съезжались, а для некоторых это был неблизкий путь, собравшихся в актовом зале центра «Серпуховский» развлекали исполнители группы «Притяжение» из села Липеце. Заявка на игру – это кроссфорд. Заявок более 50 было, их достаточно много, мы не ожидали такой активности, но опять же это говорит о том, что эта игра популярна. Девять человек сегодня будут играть, это три тройки игроков, все по классике. Домодедово, Зарайск, Подольск, Шатура – те города, участники, которые наиболее творчески проявили себя в отборочном туре кроссфорд. Итак, все готово к игре. О теме участники проекта «Активное долголетие» из девяти округов Подмосковья были заранее предупреждены. Игра посвящалась истории русского костюма X-XIII веков. «По южной части Подмосковья женщины носили шерстяную юбку в сборку из домотканной клетчатой шерстяной или суконной материи. Как называлась эта юбка?» Перед тем, как крутить барабан и называть букву, участникам игры предстояло кратко, но ярко рассказать о своей малой родине. «Мы будем строить город-сад. И появился мебельный комбинат. Шатура – город вроде Сочи, и дни и ночи здесь не короче. Пусть нету моря, нету гор, но много речи и озер». «Три тура игры позади. Вопросы оказались непростыми, но общими усилиями. Слова угадали. В финал вышли представители Подольска, Шатура и Орехова-Зуева. Им еще предстояло ответить, пожалуй, на самый непростой вопрос. «Задание на финал. Во всех районах Московской области пастухи и пахари носили легкую обувь из бересты или сшитую из одного или нескольких кусков кожи, стянутых вокруг щиколотки шнурком. Как называется такая обувь? Семь букв». Победителем игры стал 74-летний Виктор Илларионович Капитанов из Орехова-Зуева. Мужественный человек решился на супер-игру, и его смелость была вознаграждена. Его познание истории народного костюма радует. Оказывается, бахилы, которые мы считаем современным изобретением, пришли из далекой эпохи. Так назывались у крестьян теплые сапоги. Все участники получили подарки. Супер-приз вручили Виктору Капитанову, постоянному зрителю программы «Поле чудес». «Очень понравилось. Спасибо большое центру, который все организовал, за организацию всего вечера. Мне здесь очень понравилось. И Серпухов – очень хороший город, и люди здесь гостеприимные». «Теперь не мечтаете попасть на «Поле чудес» на центральной телевидении?» «Ну, я об этом не думал». Ксения Трофимова объяснила, почему серпуховичи не участвовали в игре, чтобы другие не подумали, что местные в центре заранее рассказали о предполагаемых вопросах. «Для получателей социальных услуг нашего центра эта игра проходит ежемесячно. Для серпуховичей?» «Для серпуховичей. А для жителей области эта игра первая. Она очень удачная. И судя по лицам, судя по улыбкам участников, ее нужно будет обязательно повторить. Я думаю, что мы ее сделаем традиционной, приуроченную к дню города». Так что продолжение следует.